Всем здравствуйте! С момента ухода из жизни прославленного оперного певца Евгения Кунгурова прошло уже почти 40 дней. С этого времени всплывали самые разные версии случившегося, но сегодня для многих почитателей таланта артиста в сети появилось неожиданное предположение специалиста. Стало известно, что Евгений очень хотел стать послушником, уйти в монастырь, но ему не позволили этого сделать. Очевидно, что это какое-то ужасное наваждение довело его до такого плачевного исхода. В голове, конечно, не укладывается. Он же любил жизнь. Просто его не сумели понять. Лучше бы его не отговаривали, если бы ему дали попробовать быть послушником, он, может быть, и сам понял, что монашеская жизнь не для него. Отметим, что поклонники еще несколько лет назад забеспокоились, что на многих видео Евгений Кунгуров был слишком худой, спрашивали, не заболел ли он. Хотя он уверял, что это результат исключительно спорта и диет. Некоторые ему писали лично, что не надо худеть уж настолько. При чересчур низком весе у него часто страдал и высушивался голос. Ситуация переросла в анорексию и депрессию. И тут, конечно, виновата его последняя жена, она узнала его диагноз подробно и подала на развод, с психическим нездоровым человеком жить очень сложно и решила от него сбежать. А для него это был удар и последний шаг в бездну. Теперь, конечно, нет человека, нет проблемы. Но, как показывает время, проблемы остаются лишь у поклонников певца. Многие пишут о том, что хотели бы посетить могилу Евгения Кунгурова, но нет возможности. Сейчас в сети активно обсуждают петицию, созданную в поддержку перезахоронения Евгения Кунгурова с его малой родины в столицу. Многочисленные пользователи считают, что такой талантливый, оставивший огромное творческое наследие человек, должен покоиться на Троекуровском погосте, наряду с знаменитыми личностями нашей страны. Будем надеяться, что компетентные органы не оставят без внимания данные обращения. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»!